Здравствуйте, дорогие телезрители канала «Поцветок». Сегодня мы с вами поговорим о том, что можно и что нельзя добавлять в компостную кучу. Вопрос всегда – как, сколько, зачем и почему. Вот смотрите, сейчас мы покажем компостную кучу. Она, собственно говоря, старая, готова к употреблению, но здесь есть проблема. Здесь, допустим, в этом месте есть пень сливы, которая дает активную корневую поросль. У меня задача – уничтожить его, задушить вот это вегетативное размножение этой поросли. И поэтому эту кучу я убирать отсюда не буду. И наоборот, я пристроила пень где-то в этом районе находится, сбоку. Вот я сделала уже в начале, даже не в начале весны, а в конце зимы. Вы видите вот обрезанные ветки. Когда-то в предыдущем ролике я показывала, что на низ кучи вы всегда кладете дренажный слой, то есть чтобы куча ваша хорошо проветривалась. Еще вот часто говорят, что нельзя добавлять картофеля. Но всегда включайте голову и думайте о том, можно добавлять. Вопрос как? Если вы не хотите, чтобы картофель пророс, вот смотрите, у меня был мелкий картофель. Вот я его сварила, собственно говоря. И вот я бросила это тоже на компостную кучу. Всегда нужно понимать, что ваша куча должна хорошо проветриваться. Если у вас дренажный слой есть, если у вас есть вот такая вот солома, она впитывает влагу. Куча ваша не должна быть мокрой, она должна быть увлажненной. Ну вот сейчас у нас проходили осадки, куча была открыта. Зимой она была закрыта. Сейчас линолеум, который закрывал ее, понадобился для других целей. Ваша куча не должна гнить. У вас должна вот вся, все органические остатки, они должны быть во влажном, в увлажненном, даже правильнее сказать, состоянии. И тогда она не будет ни неприятно пахнуть. У меня куча никогда не издает никакого запаха. Все нормально. Главное, чтобы здесь хороший воздушный дренаж был и хороший впитывающий слой. И вот здесь, допустим, вот у нас с дренажным слоем все в порядке. Вот я принесла очередную партию жидких отходов. Сейчас я их добавлю и сверху опять расположу слой сухого сена. И куча дальше будет в нормальном состоянии пребывать. Потом сверху можно будет закрыть это материалом. Когда потеплеет до плюс 13, уже можно, допустим, добавлять такие грибы, как триходерма. Ну и различные готовые препараты. Там сияние-1, сияние-3, байкал-М, ЕМ. То есть любые препараты бактериальные, но при низкой температуре они работать не будут. В эти же компостные кучи для того, чтобы хорошо разлагалась и правильно разлагалась органика, нужно добавлять либо азотные удобрения, это может быть мочевина, это проще всего пересыпали, закрыли сверху слоем, таким слегка воздушно-влажного состояния и закрыли клеенкой. Для чего нужно закрывать клеенкой или плотным спонбондом? Для того, чтобы не введя аммиака, не терялся азот, чтобы не было вот этих азотных выделений, но чтобы не было выделения аммиака, для этого не нужно мокрое ничего класть, все должно быть подвявшее. Ну вот на этом у нас все. Мы разобрались, что можно, что нельзя. На мое усмотрение, вы можете в компост, нельзя добавлять только пластик, то есть то, что не гниет, то, что неорганического происхождения. Вы можете сюда добавлять, допустим, хэбэшную одежду, которая износилась, льняную одежду, то есть вискозная, все, что натуральные волокна, это все в компостную кучу годится. Вот по поводу шерсти, ну, как бы бабушка надвое сказала, она немножко разлагается длиннее, но тоже разлагается. Но я лично шерсть все-таки предпочитаю сжигать на костре, поэтому вот таким вот образом. Так, на мое усмотрение, все органические отходы можно вложить в кучу, но только нужно знать, как. Главное, чтобы не было гниения, главное, чтобы были процессы брожения и минерализация. Вот на этом у нас все сегодня. До свидания, до следующих встреч. Подписывайтесь на наш канал, смотрите ролики, пишите отзывы. С вами была Тамара Ляпцева. Редактор субтитров А.Семкин